Пройдемся дальше по вопросам. Ну, спрашивают про кейс. Еще раз, да, важность написания кейса. Еще раз повторюсь, что кейс очень важен. Кейс – это ваша история. То есть, допустим, мы вот заходили, брали талон с Айнурой. Вот миграционные офицеры ведут себя достаточно жестко. То есть, они не будут с вами церемониться. Если у вас нет оснований, вам просто скажут – все, идите, ждите, все. И никто не будет с вами разговаривать. Вы должны быть полностью готовы к процессу. То есть, вы должны заходить с историей. Вы должны знать, что спросить, что говорить. Как вообще будет происходить процесс. Потому что любая ошибка может привести к депортации просто с Мексики. То есть, они это могут очень легко устроить. То есть, уже было несколько опытов. Еще раз повторюсь, общаясь с Карлсом, что он рассказал, что было много случаев, когда просто люди тормозили, заходили не туда и просто разрывали их визу и их отправляли домой. То есть, что бы такого ни случилось, вам необходима наша помощь, кейс и сопровождение желательно. Если у вас есть опыт путешествий без проблем, то есть, опять-таки, в подготовку, в нашу подготовку входит полная ваша консультация. Если, допустим, вы не будете брать сопровождение, там, меня или кого-то еще из сотрудников, мы вам полностью расскажем, как происходит процесс, как заходить, в какой локации заходить. Потому что сейчас, допустим, это Мехикалии. Возможно, через неделю или через две недели это будет другая локация. Поскольку раньше у нас часто клиенты заходили в Тихуане. То есть, сейчас вы знаете, что происходит в Тихуане. Вы можете посмотреть даже в YouTube, я думаю, много роликов по поводу ситуации в настоящее время. То есть, в Тихуане сейчас вообще там очень много людей. Ожидание очереди, даже с кейсом вам предстоит ожидать не меньше 3-4 месяцев. Там вам выдадут талончик и весь этот срок вы будете находиться в Тихуане. Плюс, тема безопасности там весьма очень неординарная, так сказать. Потому что я сейчас столкнулся вообще с менталитетом. То есть, люди достаточно позитивные, сами мексиканцы. Но именно вот приезжие иммигранты с Латинской Америки, они являются достаточно агрессивными. То есть, это люди ленивые, очень много людей под наркотиками, каких-то пьяных, неадекватных. То есть, даже вот сейчас в Мехикале много наблюдал людей с Латинской Америки, бразильцев, уругвайцев. И видно, что люди находятся в очень таком сильном стрессе, в страхе. И из-за этого они, как бы, являются весьма агрессивными. То есть, плюс у них нет денег, нет еды. И, как бы, не исключена возможность, что они могут в любой момент напасть. Особенно вечером. То есть, вечером здесь вообще не стоит выходить. То есть, передвигаться лучше только днем, только на такси. Вечером ни в коем случае. Потому что очень легко могут ограбить. То есть, любой бездомный здесь обладает, может обладать оружием. От элементарного холодного оружия, оружия колюще-режущего, до огнестрельного. То есть, здесь, в Мексике, с этим никаких проблем нет. Как и в США, очень легко купить оружие. Правила менее жесткие хранения. То есть, если в США вам захоронение могут дать от 6 до 10 лет, то здесь, в Мексике, вы можете просто отделаться элементарно штрафом, если вас поймают со стволом. Потому что здесь, опять-таки, общаясь с Карлосом, он сказал, что полиция очень коррумпирована. Ну, в принципе, как и в России, в СНГ. Вот. И за деньги здесь можно отмазаться от любой ситуации. Вот. Поэтому здесь люди не слишком сильно боятся полицейских. Вот. Поэтому, если поедете самостоятельно, то будьте аккуратнее. Вот. Это что касается безопасности. Ну, понятно. Ну, конечно, если вы не знаете сверхуnty ernst, то там естьvieк. Здесь нет ничего метода. Хотя будет alternativeности.